Далеко не все знают, что у убитого американского президента Джона Кеннеди было восемь братьев и сестер. Среди них была девушка по имени Розмари. Она такая же красивая, как ее сестры и братья, и также заразительно смеялась на фотографиях. Однако в течение многих лет история Розмари держалась в секрете. Это скелет в шкафу, самая страшная тайна и вечный стыд семьи Кеннеди. Ведь Розмари родилась умственно отсталой, а затем подверглась новой экспериментальной операции — лоботомии, которая окончательно разрушила ее жизнь. Розмари Кеннеди на роду было написано стать блестящей светской дамой. Ее отец, сенатор Джозеф Патрик Кеннеди находился в зените своей политической карьеры, а ее мать Роуз, истовая католичка, была дочерью первого мэра Бостона ирландского происхождения. Но судьба распорядилась иначе. Розмари родилась 13 сентября в 1918 году и была третьим ребенком и первой дочкой у Джо и Роуз. Во время родов врач не смог приехать вовремя из-за эпидемии испанки, бушевавшей в тот момент в Бостоне. Медсестра, неотлучно находившаяся с Роуз от страха или от неопытности, приняла страшное решение — задержать роды, чтобы во что бы то ни стало дождаться врача. Когда ребенок уже был готов родиться, она стала силой удерживать младенца в родовых путях, буквально запихивая головку назад. В таком положении она продержала ребенка два часа. Почему медсестра так поступила и почему Роуз не воспротивилась, никто так и не узнал. В результате у девочки случилось кислородное голодание. Девочка была очаровательной, но очень скоро родители обнаружили, что Розмари развивается не как обычный ребенок. Она позже научилась переворачиваться, ползать, ходить, чем другие дети. Сначала Роуз списывала отставание на гендерное различие. Но вслед за Розмари у супругов Кеннеди родились еще две дочери, и они развивались так же, а то и быстрее, чем братья, в то время как Розмари с трудом училась писать и читать. Родители сделали все, чтобы помочь Розе и одновременно скрыть болезнь дочери от окружающих. Обращались к врачам, которые действительно нашли у Розмари задержку в развитии. Причины задержки были не вполне ясны. Кто-то говорил, что это наследственное, кто-то ссылался на травму в родах. Когда она была маленькой, скрывать это удавалось, но, став подростком, Розмари стала переживать острые приступы агрессии, на глазах превращалась из тихой нежной девочки в грубую и опасную. Мать пыталась найти заведение, где ее особенная дочь могла бы спокойно учиться в меру своих возможностей. Но в те времена подобных мест было крайне мало и все они в должной мере не подходили для Розмари. В конце концов, родители католики отправили Розмари в монастырь, откуда позже она начала убегать по ночам, ходить в бары и встречаться с сомнительными мужчинами. Ее гипертрофированная неуправляемая сексуальность была последней каплей, переполнившей чашу отчаяния и терпения родителей. Джо Кеннеди не боялся никого и ничего, кроме Бога. Он всегда выходил победителем из всех жизненных передряг. Чем больше его унижали, тем к большему он стремился. Разбогатев и сделав карьеру в политике, Джо мечтал, что его сыновья пойдут еще дальше и один из них станет президентом США. Внешность и поведение Розмари причиняли его гордости настоящее страдание. Ситуация усугублялась тем, что Кеннеди должны были по долгу службы Джозефа изображать идеальную семью. Больной ребенок в эту красивую картинку не вписывался, и состояние Розмари тщательно скрывалось от журналистов. Несомненно, для Джозефа Кеннеди болезнь старшей дочери была трагедией еще и потому, что он буквально натаскивал своих детей на успех. Кеннеди во всем должны были быть первыми, и чтобы угомонить дочь, отец согласился на лоботомию – экспериментальный метод, который предложили ему врачи. Лоботомия – это нейрохирургическая операция, при которой одна из долей мозга иссякается или разъединяется с другими областями мозга. Следствием такого вмешательства является исключение влияния лобных долей мозга на остальные структуры центральной нервной системы. Уникальный, революционный метод – так, о лоботомии наперебой писали авторитетные Time, Reader's Digest, Newsweek. Лоботомию воспринимали как панацею. Предполагалось, что эта операция приводит к усмирению буйных пациентов. В 1949 году автор этого изобретения, португальский нейрохирург и психиатр Эгэш Мониш получил Нобелевскую премию. Однако Мониш рекомендовал использовать лоботомию только в крайних случаях, но в США появился человек, который упростил и поставил ее на поток. И ему поверили, невзирая на ужасающие результаты. Невролог Уолтер Фримен не имел хирургического образования, но уверенно проводил процедуру. Через нее прошли около 18 тысяч несчастных. Фримен нацеливал зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего по форме нож для колки льда, на кость глазной впадины. Затем специальным молоточком пробивал тонкую кость и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга. На своих первых операциях Фримен использовал в качестве анестезии электрошок. Он любил устраивать шоу во время проведения лоботомии, приглашая зрителей. Никогда не пользовался антисептиками, масками и перчатками. У него были ярые сторонники и такие же противники. Фримен считается самым презираемым врачом XX века. Так написал о нем историк медицины Джек Эльхай. «Около 14% пациентов после процедуры Фримена скончались. Тысячи превратились в тяжелых инвалидов. Около четверти остались жить с интеллектуальными возможностями домашнего животного. Но мы вполне довольны этими людьми», — уверял Фримен. И лишь небольшая часть чудесным образом излечилась от душевных недугов. В ноябре 1941 года нейрохирург доктор Чеймс Уоттс вместе с Уолтером Фрименом просверлил дырку по обе стороны головы розмаре. Он вставил гибкие лопаточки в оба отверстия и стал продвигаться все глубже в ее череп. Девушки резали мозг под транквилизаторами, задавая ей вопросы, на которые она могла ответить, и остановились, когда речь стала бессвязной. В результате она не только вернулась в умственное развитие двухлетнего ребенка, но и разучилась ходить, держать голову, держать предметы руками и контролировать туалетные позывы. Со временем вернулись только способность ходить и управлять одной рукой, и то делала эта розмаре с большим трудом. Отец больше никогда не видел свою дочь и запрещал другим членам семьи навещать ее. Они смогли сделать это только спустя 20 лет, когда глава семейства слег с инсультом. Сразу после операции ее поместили в психиатрическую больницу, где когда-то проходило лечение Зельда Фитджеральд, а потом перевели в Сент-Коллит, патолическую богадельню в штате Висконсин. Там розмаре провела следующие шесть десятилетий втайне от общества и под присмотром монахинь. Она умерла в 2005 году в возрасте 87 лет. Розмаре стала пятым умершим ребенком Розы и Джозефа, но первой, кто умер от естественной смерти. Младшая сестра Джона и Розмаре Юнес Кеннеди, впоследствии ее дети и племянники, посвятили жизнь борьбе за права особенных людей. Именно Юни свернула Розмаре в семью и начала оказывать давление на брата, ставшего к тому времени президентом США, чтобы он включил повестку детей и взрослых с ментальной инвалидностью в свою политическую программу. За 20 лет после прихода к власти администрации Кеннеди Конгресс США принял 116 законов и поправок, направленных на поддержку людей с умственными нарушениями. В 1962 году Юнис открывает летний бесплатный лагерь для особенных детей в собственном имении в Мэриленде. Все, кто там бывал, рассказывали о необычном зрелище. Шум, гам, смех и много счастья. Особенные дети ездили верхом, плавали, прыгали на батуте, стреляли из лука, лазали по деревьям. А Юнис всегда была рядом, играла, утешала, вдохновляла. Из этого лагеря в 1968 году выросла знаменитая специальная олимпиада, которая провозгласила, что люди с ограниченными интеллектуальными возможностями имеют все шансы участвовать в спортивных соревнованиях. Специальная олимпиада – одна из самых известных и уважаемых благотворительных организаций в США и одновременно международное событие. Проводится каждые два года, чередуя летние и зимние виды спорта. Сегодня в ней участвует более пяти миллионов детей и взрослых из более чем 170 стран. Юнис настаивала, что благодаря спорту мы помогаем не особенным людям, а прежде всего самим себе – расти над собой, поддерживая других. А пока на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!